желаю мира и приятного просмотра с вами я скобаровский и сегодня друзья мы приехали на пляж нунгли меняем отель так что у нас полная акуна матата да сын как говорится в общем все мы уже добрались это наше новое место жительства и смотрите сразу благодаря пальмы снизу нравится сад красивый а там все красота да да окей вот здесь покушать можно будет ребят в общем мы вещи оставили у нас пока уборка идет здесь кухня идет вот даже русском есть супер заселение в 12 выселение в 10 время завтрака с 8 до 10 супер 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 гуд я нормальный супер гуд красота мне нравится very nice вот так вот такая у нас территория находим опять же поселились не сразу возле пляжа так все просто аквариум с рыбками супер супер там пляж да разберемся и все это очень безопасно вы можете работать в любом месте а там пляж там пляж да Вы можете купить фрукты тут, ага. Все, что происходит. Я люблю это, ваалейкому саламу, кайфхал! Небольшая экскурсия. Смотрите, какие у них куры худые и высокие. А? Как люди худые. Да? Вы можете купить все, как бы. Что-то разные магазины. Ченч, кстати. Ченч, переведи. А, супер. Супер-супер-гуд. Возле дома, если что. Ага, можно даже постираться. А тут есть фрукты. Вот тут, если что, будем брать. Красота. Получается, знаешь, местность более как деревня, да? Да, но более какая-то такая развитая. Развитая, да. Это, как бы, самый популярный пляж. Мы еще посмотрим, как он выглядит. Тут фрукты. Много местного населения. О, цепляет, посмотри. Курчатки. Квочка такая маленькая. У нас куры намного больше. Это, наверное, порода у них такая. Так, смотри, какой-то ресторан. Hello, hello, hello. Ресторан. Hello. Что по ценам? Что по ценам? Октопус. Hello. 1,5. Цены? Мамба. Вот, смотри. Октопус 15. Октопус паста 15. Фишн чирс 15. О, так это супер. Здравствуйте. Hello. Hello. How are you? Fine? Welcome. Так, в общем. Кисок. Кисок. Видите, какой кис. Хорошенький. Оп. Заходи. Оп. Пожалуйста. Так, в общем. Место, где можно дешево покушать, нам показали. Это хорошо. Давайте вам покажем наш номер. У нас есть сетка от москитов. Там инструкция. Картины. Куда же без картин. Да. Вот. Такие вот картины красивые. Сетки. Все от москитов. Есть кондиционер и вентилятор. Это самое главное. Да. Он тебе сказал не открывать окна когда кондиционер. Да. И уходить, выключать его там. И хозяин самый дружный. Абдулла. Абдулла, да. Среди тех, которые нам вообще попадались. Так, посмотрим. Что здесь. Он нам даже показал минимальный город. У, слушай. А тут туалет. Пахнет тут так. Она что убиралась тут. Да. Боллер есть. Все чисто. Туалет идеально чистый. У них тут даже на розетках адаптеры есть. Вообще. Все для туристов. Да. Ну что, ребят. Вышли мы уже из своего номера. Своего жилья. Наш частный сектор. Направляемся на пляж Нунги. Сегодня мы вам покажем его, как он выглядит. И сами изучим местность. Смотрите. Тут, короче, полная Куна Матата. Да. Так. Маршрутки ездят. Куна Матата. Карибу Мини Маркет. Ага. Так. Ой, смотри, какой уже даже он вообще двигает. Та-да. И что-то меня пока не впечатляет. Да. Так. Карибу Мини Маркет. Так. Смотрите на эти киоски. Что это такое? Как это? Local fish. Ага. Понятно. Тут. Мнемба. Ну, на Мнембе мы были. Так. И что тут по пляжам? И что это такое? И что это такое? Не, спасибо. Так. И что это такое? И что это такое? Прикольно. А что же тут прикольно? Так нам надо идти туда дальше. Здесь типа видишь, в имплантации у них какие-то штуки разные. Здесь особо не покупаешься. Это огромный отлив. Первое впечатление, что у Нунва не особо прикольный пляж. Кентва поярче. Но основная движуха происходит вот там вот, куда мы сейчас отправимся и посмотрим. И тут надо еще смотреть хорошо под ноги, потому что когда был отлив, могут остаться ежики. И если на него наступить, то будет неприятно. Вчера девочка на корабле пошплакала от того, что ежик уколол в ногу. И там еще был один мужчина, который очень жестко настримал ее по поводу ежей. Вот. Что, Сань, как вам впечатление? Отлив. Отлив, это да. Ну, я так понимаю, это не место для купания. Нет, это не место, нет. То есть просто так они что, вон там рыбали? Да, там вот лодки. А здесь же водоросли. Здесь я не расчищаю, значит, так надо. Да? Какая-то морская капуста, да? Капуста, вот именно. Вот эти вот водоросли, они собирают там на плантациях? А вот и первый ежик. Кстати, а если его потрогать, он же этими может выстрелить. Лучше не надо. Они же выстреливают своими иголками, если ты до них прикасаешься. Вот. Так что сейчас пойдем разведать местный пляж. Что? Возьми руками. Не буду. Чего? Страшно? Это какой-то панцирь. Да, это ракушка. Солнце дико слепит. Тут очень белый песок. Да. Потому что малые там дерутся. Кстати, я замечаю, что если когда-то что-то им даешь, то они друг друга начинают забирать, короче. Ну, в общем, свое выжимование. Джамбо, брат. Куна Матата. Хеллоу. А почем очки? Все они хороши, можно выбрать. Что он говорит? Холмач? Чуть. Чуть. Чуть? 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 Чуть. Как она говорит? Выберишь, потому что... Не-не-не-не. How much? Почем? Всилин. 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 Да. 20 тысяч. Не-не, спасибо. Дорого. Ну, я бы за 10 еще взял. Ноль. Ноль. И ноль. Ну, за 10. За 10. 10 силин. Может быть, этот? Это? Не-не-не-не. Это много. Окей. За 10. Да? Окей. Так, Сань, давай, выбирай. Какие мне пойдут очки? Вот эти? Давай померим. А ну. Нормально видно? Да, нормально видно, хорошо. У тебя хорошо. Хорошо в них? Да. Ну все. Да берем, да и все. О, слушай, ну тут как-то, как Таиланд какой-то, да. Какие-то движухи, куча разных магазов. Вот там вот алкоголь. Пока мы сидим, ждем заказ Сони. Рассматриваем местность и посмотрите, что мы тут увидели. Вот. Тут, короче, пальма с ананасами. Сверху зеленый, а вот ниже желтенькие. Все, я думаю, вам видно. Вот это вот. Я вот думаю, откуда издается звук коровы? А вот смотрите, они по пляжу ходят. Вот такие вот у них коровы. Они горбатые. Как в Египте эти верблюды. Вот, видите? Ходят себе по пляжику и нормально. Сколько их там? Четыре. Пять. Немаленькие в конце. Все, ребята, в общем, принесли наш заказ. Я заказал себе Red Sniper. Он здесь стоит 15 тысяч шиллингов. Подали мне это все с картошкой и морковкой. Зеленый перец. У нас болгарский. Популярный у них зеленый. У Сони авокадо салат, да? Да. Давайте посмотрим, что там. Помидорчики. Авокадо очень много. Лук красный. В общем, все красиво. И кусочек хлеба. Ну все, как на вкус? Вкусный свежий салат. Да? Так что, ребята, кто кушает, приятного аппетита. Мне очень сильно нравилась барракуда. Тунец так себе. И вот Red Sniper тоже очень вкусная. Я так понимаю, что хищники из океанской рыбы довольно-таки нормальные. Ну что, а как тебе? Вкусно. Вкусно? Такая авокадо прям мягкая, сочная. Вкусно. Один кусочек съел у Сани. Можно еще один? Вкусно. Спасибо. Авокадо такой добротные куски, очень мягкая. У них продается. Угу. А я заметил, что рыбу у них подают либо же с рисом или же с картошкой. Тут спросили, иногда даже подают и рис, и картошку. Ну да. Цена за вот эту тарелку? 6 долларов. Обошли мы пляж Нунгви. И я вам скажу, что он своеобразный, прикольный. Не такой, как Кендва, тот более широкий. Но тут тусовочно. Я смотрю, везде танцуют. И люди веселяются. Такая ситуация. Вертухи крутил. Ну короче, тусовка. Посмотрите, людей много. Тут побольше, чем на Кендве. Очень атмосферно. Мне нравится. Это два разные пляжа. Они очень сильно отличаются. В общем, надо и там, и тут побывать. Посмотрите, какой вид с одной стороны. Волны, балдеж. И также сейчас вам покажем, что выглядит с другой стороны. Вот. Так что тут прикольно. И, ребят, многие люди прячутся под вот этими вот накрытиями от солнца. Ну, потому что лежаки стоят по 10 баксов арендов в день. Это дорого. Может где-то есть и подешевле. Но мы не особо узнавали. Нам тоже удобно отдыхать. Так что будем прятаться пока от солнца и купаться до вечера. Ребят, в общем, идем домой. Начался жесткий прилив. Вот. Посмотрите. Я уже весь мокрый. Когда мы сюда дошли, ребят, то такого не было. А теперь посмотрите, что тут происходит. Я так понимаю, что надо быстро, 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 быстро перебегать. О, нормально. Все. Акуна Матата. Так, в общем, мы решили по пляжу не идти. Идем вот тут повыше и смотрим на сувенирные точки. Здесь их так много вообще. Просто капец, да? Ну, тут вообще такая движуха кипит. Вы гляньте. Везде люди, везде что-то происходит. Большие? Да. А где? Ну, вот. Вот. Так. Фишкари, слушай, 12 тысяч. Октопус, 12 тысяч. Слушай. Тут намного дешевле. Так тут дешевле еще, чем мы ели. Можно посмотреть, тут пыльно? Да, тут очень пыльно. Но можно будет как-то затестить. Это самая дешевая кафешка, которую мы пока встречали. Проходим местную школу. И тут, как ни странно, дети ходят в такой вот форме. Привет. Привет. И, кстати, заметьте, что тут написано. Пожалуйста, уважайте местную культуру. Прикрывайте себя, проходя через деревню. Соня уже оделась. Да. Так что у нас все четко, да. Чтобы у меня высох тотальный, ну ладно. Ну, придется одеть. Да. Вот эти кокосы. О, кокосы. Давай дачу, мне кажется, это будет очень здорово. Тут будет дорого, да, стопудово. Вот. Мы хотим взять желтый кокосик попробовать. Ух, тут и пыльно, да? 2,28. Ух ты. Да. Опа, смотри. Какие фрукты. Джетфрут. Смотри, какой красавец. Короче, надо будет его купить. И что тут еще есть? Обычные бананы. Обычные бананы. Короче, идем тут возле дороги. Жесть, какая тут пыль. Это просто капец. Кстати, вон вода поехала. Вот. Воду привозят и женщины разносят воду. Хух. Вот это тут пыльно, да? Прям как в селе, знаешь, за водой ходят. У нас в селе свой колодец. Вот. Ну, короче, тут просто немерено разных точек, где продаются сувениры и фрукты вообще. Тут движухи намного больше, чем на пляже Кен-2. Идем через деревню. Посмотрите, какие тут козочки пасутся. Это большая коза. А вот младенький козлик. Короче, вот это все дома местных жителей. Мы идем. Много детей. Очень много детей. Вот кто-то лежит, отдыхает. И нам надо пройти вот туда вот дальше. Кстати, фрукты мы лучше купим возле дома. Там цена будет намного дешевле. Ну, здесь тоже дешево. Ну, здесь тоже дешево, да. А там, где основной пляж Мунги, то там цены завышены. И, кстати... Ну, еще тут прикольно ходить. Да, наверное. Весело. А? Ну, да. А что это за флаги у них какие? Да. Вот флаги. Многие дома как бы недостроены. Вот, допустим, как этот. Ну, нормальный. Ну, да. Вот такие вот у них дома. Так, хорошо. А дальше мы... Ну, нам туда надо пройти. А как тут пройти? Наверное, пошли вот так. Не будем же мы между домами идти, правильно? Заблудимся в деревне. Да. Я думаю, не заблудимся. Ты, если что, прикрылась? Ну, да. Так что все четко, ребят. Ой, тут, кстати, уже очки можно особо и снять. Уже в глаза особо не бьет. Вот, смотри, кокосы. Смотри. Хочешь кокос? Нет. Я хочу такой, как... Желтенький, да? Да. Чтобы поесть. Так. Чтобы попить. Я понял. Вот этот как раз помню. Угу. Кстати, может такое быть. Как тут нам пройти? О! Смотри. Курчатка бегает. В общем, это деревня. Местная. Называется Нунги. Правильно? Ну да. Деревня Нунги. Вот. Так. А, малыш бегает. Мы конфеты не взяли, у нас дома есть. Не всегда мы с конфетками ходим. Так. Я думаю, что сюда и мы пройдем, да? Да. Пойдем, пройдем. А по карте что показывает? Ну, по карте показывает. Ага. 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 Джамбо. Джамбо. Файн. Вот. Население очень дружелюбное. Как видите, здоровано все с нами. Вот здесь. Посмотри, кокосы. Это чьи-то кокосы? Их срывать нельзя. Не, я даже не знаю, кто это такие. Интересные. Интересные такие вот. Курицы. Необычные, да? Похожи на идеи. Кто знает, что это за птички? Очень красивые. Так. Так, мы сюда пройдем. Тут тоже козочка пасется маленькая. Кушает. это нормально мы же не то что кому-то домой домой идем мы просто идем по силу это как то же самое что кто-то идет по киеву правильно и плюс вот смотри у них есть точки которые специально созданы для продажи много продают приправ и сувениров прям дома где до соломина беседка вот такая вот беседочка курчатка и курчонок маленький так . здесь она клокает и вот курчонок и всего лишь один маленький даджет фрукты у нас они бешеных денег стоит лежат просто как тыквы у нас да тут вот так вот так вот так вот маленькая уточка курчатка так я думаю что мы там сможем пройти до потом пройдем мы там так впереди нас идет футбольное поле смотрите вот такое футбольное поле вот туда нам да вот так вот на зонзибар доставляют воду ну таких вот бочках и тут есть . возле нашего дома который мы но смотрите какие козочки ходят 1 2 3 4 5 6 знаешь как отличить козла отказы у козлов больше роги козочек маленький на вот нам сейчас кокос чистят мы брали прошлые разы зеленые но зеленых молоко здесь вроде бы кашка должна быть да посмотрим о сэнки о смотрите она потом короче вот такой вот кокосик сейчас мы попробуем да ван 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 вкусанки сэнки уже вкусно вкусно вкуснее чем-то попробуй но сладкий на вкусненько Ну, я бы не сказала, что сильно отличается Ну, этот вроде немножко сладше В общем, я так понимаю, что зеленый кокос, он, как вам сказать, он кисловатый А желтый, он немножко сладше Слушай, ну тут возле дома цена совсем другая, две тысячи Ну да, там две дороги У нас там космос цена Так, и сейчас зайдем, наверное, воды возьмем, да? А, да Если берете шесть бутылок, то получается за пять тысяч Экономия тысяча Так, давай тогда ты возьмешь кокос? Да, давай То есть я возьму с дачи? Угу А я возьму водичку В общем, ребят, повесили мы свои купальники сушиться А вот там вот висят И погода у нас сильно поменялась На улице ветер, возможно, будет дождь Мы еще планируем сходить в местное заведение, которое тут рядом Поужинать и все, будем отдыхать Так что, вот такой вот сегодня получился ролик Если он вам понравился, тогда ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Если вам нравятся ролики из путешествий И всем, ребят, пока До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok